Дмитрий Алексеевич, добрый день! Здравствуйте! 2020-й у нас подходит к концу, мы надеемся, что вместе с ним уходит и коронавирус. Как прошел ваш 2020 год, расскажите. 2020-й не похож ни на один из тех годов, которые были, наверное, в моей жизни, да и в жизни, наверное, нашей страны и в жизни нашего города. Это по накалу, по яркости и сложности событий, наверное, один из самых тяжелых годов. И одновременно проходила какая-то стресс-проверка на то, как все жизненные функции города, коммуникации, инженерии, как все может работать в таких условиях, в которых мы оказались в марте этого года. Безусловно, это запредельно сложный год, напряженный для всех органов города, для всех секторов жизнедеятельности. Но одновременно в этих ситуациях, когда приходится работать не по шаблонам, отработанным ранее, в стрессовозначных ситуациях, наоборот проявляется то, что и то, чем ценен город. Это взаимовыручкой, дружбой проявляются те самые лучшие качества, которые у нас есть, на которых, может быть, в такое спокойное время они дремлют. Мы видели, насколько ярко и мощно стало развиваться и набрало обороты волонтерское движение. Люди просто приходили и люди записывались и спрашивали администрации, кому помочь, как помочь. Даже люди помогали формировать продуктовые наборы для того, чтобы разносить малообеспеченным странам населения, тем, которые не могли уходить. Проверку прошли все системы и жизнедеятельности города, это и работа МФЦ, и налоговые органы. И можно сегодня сказать, что да, мы это прошли, да, у нас это получилось. Мы видим, что происходит еще в мире, мы видим последние события тотального локдауна в Лондоне. Мы слышим и смотрим за ситуацией, мониторим формируем нового штампа. То есть мы все это видим и с тревогой на это затем наблюдаем. И, безусловно, за этот год, за полугодие, фактически, мы перестроились. И работа администрации, и работа людей, соответственно. Мы перестроились к тем новым вызовам, в те работы, в тех новых условиях, которые вот нам этот 20-й год, год крысы, нам преподнес. Кстати, этот 20-й год, это год крысы, это мой год, высококосновный год. Мы думали, он будет таким счастливым и радостным. Но вот то, что получилось, то получилось. Вы сказали, что перестраивали работу, мобилизовали все силы. Я знаю, что проект вашей команды, это переоборудование стационаров под ковид-госпитали. Расскажите об этом поподробнее. Да, по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича, в городском Ухрухимке, необходимо было развернуть койко-места для приема ковид-больных. Вот, непосредственно то, что досталось мне, скажем, в разнарядке, это перепрофилирование, переоборудование поликлиники в Падересково под стационар, который переезжал из Сходни. Это онкобольные, палиативная помощь, это порядка 200 койко-мест. Нужно было из поликлиники, из поликлиники, из ее штатного режима, в кратчайшие сроки по распоряжению главы города Дмитрия Волошина, буквально 3-4 дня переоборудовать и подготовить поликлинику для полноценного развертывания и работы стационара, чтобы уже в Сходни, когда перевезем мы больных из Сходни в Падересково, уже можно было готовить под ковид койки помещения. Но здесь нужно отметить, что в этих ситуациях важно, что даже мы помощники, девушки, молодые достаточно люди без опыта, все, просто все, невзирая выходной день, не считая личное время, все они откликнулись, все мы пошли и за 4 дня фактически мы переоборудовали. Более того, все прониклись, что это беда общая, что нужно помогать максимально то, чем может. Наш блок финансово-экономический скинулись деньгами и сделали 5 комнат отдыха и релаксации для врачей, которые оказывали бы по помощи уже больным. И здесь нужно сказать, что относитесь настолько с душой, настолько трепетно, как для себя, что называется, были даже отмечены Роспотребнадзором как одни из лучших комнат отдыха врачебного персонала в Подмосковье. Это говорит о том, что неформально, трепетно понимаем, что это для нас, для жителей. И люди жертвуют и своими деньгами, и свои заработки, для того, чтобы как можно быстрее, качественнее это подготовить. Давайте перейдем с темой здравоохранения, к той теме, которую, наверное, ждут наши телезрители, это финансы. Расскажите, что нам с точки зрения бюджета готовит 2021 год? Этого года в декабре уже был принят Советом депутатов бюджет, бюджет 2021 года, 2020-2021. И плюс плановый параметр бюджета 2022-2023. У нас трехлетний цикл бюджетирования, формирования бюджета. Поэтому в декабре наши народные избранники утвердили этот бюджет. Безусловно, мы надеемся и приложим все усилия, чтобы этот бюджет был выполнен, так как он сформирован в достаточно крепких и хороших цифрах. 12 миллиардов 999 мы планируем собрать, это доходная часть. Расходная часть в параметрах 12 миллиардов 560-580. А часть мы резервируем для того, чтобы погасить часть кредитного тела, которое у нас есть в городском Крухимке. Мы, тем не менее, закладываем в бюджет возможность сокращения финансово-долговой нагрузки, потому что это устойчивость, это стабильность. И бюджет городского Крухимки считается одним из сбалансированных и устойчивых в области. И мы, на самом деле, часто завоевываем и в области, и в Российской Федерации ведущие места именно в плане формирования и управления бюджетом. Бюджет, он у нас, как правило, в своей массе социально направлен. 70% бюджетных денежных средств пойдут на программы о социальной сфере. И уже остальное – это хост деятельность, новые перспективные проекты и так далее. В этом году многим предпринимателям давались налоговые отсрочки в связи с ситуацией, с пандемией. Расскажите, как они получали эти отсрочки? Да, мы знаем, что по распоряжению президента Российской Федерации, по постановлению президента Российской Федерации, были определены ряд категорий предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, компаний, частных лиц, которым предоставлялись те или иные отсрочки при соблюдении правил. Нужно сказать, что у нас в основном это коснулось отсрочкой и в налоге на землю. Это одна из главных собирательных частей нашего бюджета. Это отсрочка по арендным платежам за землю. Это уже мы муниципалитете определяли. Поэтому, безусловно, эта вся нагрузка сказалась и на наших предпринимателей городского округа Химки. И здесь важно ответить, что часто мы индивидуально подходили к той или иной ситуации и пытались ее в удобном или, скажем, правильном формате решить. Без последствий для города, для того, чтобы предприниматель продолжил и дальше деятельность, когда у нас закрывались карантинные предприятия. Когда они закрывались, когда они открывались. В этом году в Химках реализован проект «Инициативное бюджетирование». Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее. «Инициативное бюджетирование» — это программа, которая запущена Минфином Российской Федерации. И цель этой программы, идеология, — это как можно больше и вовлечь в реализуемые проекты на территориях непосредственно населения, инициативные группы, товарищества жителей. При формировании какого-то проекта, плана, при условии финансирования этого проекта на 5% до 5% от жителей, уже бюджет, наш бюджет выделял 95%. То есть финансированный проект осуществлялся в следующих пропорциях. 5% — это инициативная группа людей, и 95% — это уже бюджет. Нужно сказать, что этот проект по стране и у нас в области, он только стартовал. Я не скажу, что он набирает обороты, но нам кажется, что это интересно, что есть запрос, и люди готовы обустраивать свои дворовые площадки, готовы дополнительно вкладывать свои денежные средства для того, чтобы мир, территория, где они находятся, становилась чуть лучше. В этом году мы реализовали строительство «Астонатологический поликлиник» в школах, и один воркаут мы построили в Подресково. То есть даже в этот год пандемии, когда фактически была сокращена активная деятельность, именно связанная со строительством и с другими вещами, мы тем не менее эти проекты сделали. На следующий год у нас уже сформирован пул проектов, и мы сейчас проходим процедуру техническую, документальную, чтобы уже реализовать их в следующем году. Нам кажется, что в принципе это может набирать обороты при, конечно, активном участии администрации, находясь в диалоге с жителями. Это может работать и в принципе должно работать. Ведь жители, мы одно целое, это наш город, и нашими усилиями, нашей ответственностью он будет становиться лучше. Никто за нас его не сделает так, как нам хотелось бы. Плюс еще, если люди голосуют рублем, то это просто проекты будут жить, и эти проекты будут жить не один, не два, не три года. Мы с вами говорили про бюджет 2021 года. За счет чего он может расти и может ли? Да, мы закладываем в параметры 2022-2023 года рост доходов порядка 1 миллиарда рублей. С нашей стороны активно ведется, разработана и ведется программа «Химкинский резидент». Это когда мы не на словах, а на деле работаем в режиме одного окна. Все предприниматели, которые готовы, интересно, провели желание работать в «Химках», они попадают в реестр и в режиме «фаст-трек» они начинают проходить все процедуры, которые позволят им зарегистрироваться, встать на налоговый учет, открыть дело. То есть мы сами заинтересованы, и мы понимаем, что от этого напрямую зависит бюджет нашего городского округа «Химкинский». И нам важно, чтобы бизнес, он понимал, что это тоже его дом, что он вкладывает и платит налоги, даже не вкладывает, а платит налоги, это не просто какая-то дань, это не просто налоги, это фактически реинвестирование в свою территорию. «Химкинский» в этом году первое место заняли в рейтинге 50. Я так понимаю, что региональное правительство довольно высоко оценивает наши экономические показатели? Ну да, это даже вот еще мы не пережили, это такое буря эмоций. Впервые за существование этого рейтинга, рейтинг 50, мы заняли первое место. Мы победили, мы еще не можем понять, что это такое, как с этим жить. Нужно сказать, что Андрею Юрьевичем Воробьем разработана уникальная система в Рейтинге 50, какие-то наборы 50 показателей, там не только экономика, там экономика, социалка, там ЖКХ. Вот все-все, что тут есть, у нас формировано в рейтинге, разработана система баллов, процентов, и на протяжении года все муниципалитеты, все два муниципалитета, они соревнуются. Это очень достойно, это очень престижно, быть лучшими в Московской области. У нас область лучше всех областей в Российской Федерации, а быть в этой области лучшими нам никогда не удавалось. Мы были в призах, мы были в призах на подступах, но никогда не выигрывали. И вот нам вот вручили кубок на Высшем Совете в понедельник, в этот понедельник нам вручили этот кубок. Мы запредельно счастливы, ходим с ним все, фотографируемся. Нужно, и, наверное, важно сказать, что вот этот рейтинг, он фактически у нас все время, как спортсменов, держит в тонусе, чтобы на протяжении всего года, всего года мы шли в хорошем таком, знаете, в хорошем темпе. Важно еще сказать, что рейтинг 50 и 1, 2, 3 место и другие номинации, они подкреплены денежными, хорошими, весомыми, можно сказать, премии, да, которые, это целевые деньги, которые будут направлены в округ. Порядок премий, он меняется, но это в размере, там, 150 миллионов рублей, чем утверждено, порядка 150 миллионов рублей за первое место. Поэтому эти деньги будут целевые, они будут в город, и мы просто определимся, что нам в первую очередь сделать на эти деньги и как вот улучшить, где-то может быть локально, где-то может быть запустить какие-то новые проекты, понимаете, где-то может быть их так, как эти деньги, мы деньгами распорядиться, чтобы дальше они дали еще больший эффект, больше, больший рост. 22 показателя, да, из 44? 22 показателя, это те показатели, в которых мы заняли первые места. Да, 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 взяли первые места. Это показатели экономики, это показатели развития инвестплощадок, это работа с малым и средним бизнесом. Много показателей у нас заняли первые места в образовании, это наши олимпиадники, качество питания, обеспеченность врачей жильем. То есть из 50 показателей в этом году их сократились, из подиме стало 44, из них 22 показателя мы заняли первые места в области. Просто мы в абсолюте первые. Это просто, ну, тоже шикарное достижение. И, конечно, от нас будут ждать и жители, и область каких-то новых совершений, таких, которые нам позволят оставаться в лидерах. Но, еще раз повторюсь, рейтинги рейтингами, наша главная задача, и куда мы идем, это чтобы день от дня город становился лучше, качественнее, комфортнее. Вы в Химках реализуете проекты по энергосбережению. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Да, энергосбережение, энергоэффективность, это такие, уже, наверное, набившие оскомину выражения. Программы были разработаны масса. И правительство Российской Федерации своим постановлением в 2019 году определило, что нужно для областей, нужно разработать программы оптимизации. Я сам из энергетики и понимаю, насколько это важно, качественно, эффективно использовать те ресурсы, которые мы потребляем. Первое, вообще их нужно качественно потреблять, а с другой стороны, мы за них платим живым рублем, за эти ресурсы. И если мы научимся потреблять их более оптимистично, оптимизируем программу потребления, то у нас обязательно собраться свободные денежные средства. Мы можем их направлять, опять же, на развитие города. И вот у нас уже, пандемия, понятно, вносит свои коррективы, свои планы. Но у нас уже на выходе совместно с Минэнергией разработана программа, программа муниципально-частного партнерства. Здесь нам очень сильно помогла Минэнергией в Московской области. Суть какая? Это муниципально-частное партнерство именно в системе наружного освещения. То есть уже сегодня инвесторы готовы прийти в город, готовы поменять всю уличность освещения на суперсовременное. С современными системами учета, диммирования, контроллинга светом, условно говоря, снижается пассажиропоток, поток машин, освещение становится другим, оно снижается. То есть потребление электрической энергии меньше. Современные технологии, современные лампы, накальное освещение, они позволяют потреблять до 30% меньше электрической энергии. Соответственно, и потребление будет меньше, и платить мы будем меньше. И сейчас задача стоит в 2021 году выйти на подписание и запустить этот проект. В рамках цикла полутора лет город получит качественный свет. Он и сегодня хороший свет, но получит более качественный свет. С большими программами управления этим светом. И фактически за 10 лет цикл десятилетний муниципально-частное партнерство мы остаёмся в тех бюджетных параметрах, которые сегодня осуществляем при оплате за потребляемую электрическую энергию. А затем нам, собственно, остаётся весь свет, у которого гарантия 25 лет. И снижение, гарантийное снижение 30% от в целом потребляемой ранней электрической энергии. То есть 30% от того, что мы платим сегодня, с учётом индексации дефляторов, мы можем сохранять и оставлять в городе. Плюс, конечно, важное, и мы начали уже первый этап реализации, это управление теплом. Это установка индивидуальных тепловых культов во всех административных зданиях, в школах, в детских садах, которые позволяют также снизить потребление тепловой энергии. Ну, вот, к примеру, температура на улице, она меняется. Она меняется, соответственно, и подача теплоресурса, наверное, наносителям должен быть другим. Более того, школьники уходят на каникулы. И в это время не нужно отапливать так, как будто они находятся в школе. И вот такие вот нюансы, которые фактически уберут влияние человека на всё это, будет работать автоматика при заданных параметрах, это позволит нам также экономить деньги, которые сегодня школы, детские сады и учреждения платят на поддержание жизнеобеспечения своих зданий. Это также можно реинвестировать потом в школу, в здания. Конечно, сегодня мы нашим отделом энергоменеджмента стараемся активно работать, уже помогать здесь. Изучаем, мониторим всё наше потребление. Вода, свет, тепло. Вот наш отдел, небольшой энергоменеджмент, два человека, заполнились в этом году декларацией о потреблении энергетической энергии. Это важно. Мы не привлекали ни специалистов со стороны, ни мы не платили деньги. Это проект 7-10 миллионов нужно было на весь город сделать такую программу. Поэтому мы видим, что это работает. И это малая часть нашего большого проекта движения в сторону умного города. Когда город действительно становится умным, и город становится, знаете, бережливым, он начинает считать свои расходы, он лучше направит, и воспринимать ни же средства на свои другие какие-то проекты, на своё дальнейшее развитие. Вот, я думаю, в 2021 год у нас 2-3 проекта будут на выходе, мы должны уже показать результат. В этом году из-за пандемии, опять же повторюсь, в августе вам пришлось оперативно достраивать детский сад в микрорайоне Подресково. Что там случилось? Почему пришлось все силы бросить так активно? Это, знаете, не совсем так, чтобы мы прям доставили детский сад. Понятно, у нас есть управление капитального строительства, и у нас есть вводы в этом году серьёзные, там, 2 пристройки, пристройки детскому саду, целые детские сады, пристройки к школам. То есть у нас хорошая, насыщенная отставительная программа. Но из-за пандемии, вы правы, произошло то, что некоторые подрядчики, они приостановили производство. Ну, знаете, случилось то, что произошло, произошёл сбой. Этот сбой, он поповлёк сдвижку срока там вправо. И, конечно, главой было принято решение активно подключить уже администрацию, разделить на эти сложные задачи, на объекты, закрепить за каждым блоком администрации объекты, которые должны были усилить работу по вводу, современную вводу наших, там, 2 детских сада, и плюс, там, 2 пристройки школы. Нужно сказать, что нам понравилось работать прямо на земле в Подресково. Наш блок финансисты, экономисты, мы помощники, работали день в администрации, вечером выходили в поля, что называется. И вот своими руками, с помощью всем, дружно обнявшись, мы поставили садик, так под названием «Маленький принц» на 125 мест, и благородили территорию, и в сентябре мы его ввели. И, конечно, ну, это ещё лишний раз нам показало, и то, что мы можем и в сложных ситуациях вместе усиленно отработать и в короткие сроки выдавать результаты. Были ещё какие-то проекты, где вот понадобилось вмешательство по борьбе с последствиями пандемии? На протяжении года часто нас, финансистов, экономистов, привлекают, это глава, я же, я первый зам города, поэтому, в принципе, все сложные проекты часто я их довожу, ну, со своей командой. Вот, бывают такие, ну, знаете, необычные ситуации, когда при открытии у нас ковид-госпиталя на Мичурино, ну, нужно было как-то поддержать людей, которые болеют, и было там принято решение всем подарить там в преддверии зимы там в Оренбургские платки, там, шали, и тут тоже буквально, вот, знаете, пробежались по Москве, нету наличий, пришлось связаться с производителем в Оренбурге, там, самолёт оттуда летит, эти платки везут, наши их встречают, пациенты счастливы, ведь пациент даже выздоравливает и от внимания, от того, как к нему относятся, он не брошен. Врачам мы подарили кроксы, делаем такие вещи путём того, что мы просто, ну, скидываемся деньгами, мы понимаем, что это, ну, для наших врачей им тяжело, часто им тяжелее, чем нам, ну, обычным жителям реально, ну, крайне сложно работать в таких условиях, и мы чем можем, помогаем, поэтому подарили там всем партию кроксов закупили, там, маленький подарочек от нашего блока, ну, вот, пожалуйста, держите. Также вот, Бабайдных поддержали, там, я знаю, что наш коллега, они из торговли, они соревновали там продукту, подарили мандарин и апельсины, то есть, ну, вот такая вот забота, пусть она незначительная, но именно забота, она вот даёт свой эффект, эффект сопричастности, эффект помощи, эффект того, что мы здесь все одно целое, и мы друг другу должны помогать. В конце декабря этого года всё-таки вашему блоку удалось отвлечь химчан от пандемии, вы сделали театральный каток, снова поставили второй сезон, запустили. Расскажите про проект, я так понимаю, первый сезон был довольно-таки удачным. Да, театральный каток, это прям, прям, как это уже становится визитной карточкой от центральной части ХИМАК. По инициативе главы Дмитрия Волошина в прошлом году было поручено моему блоку разработать проект создания строительства катка с искусственным оснижением более долгого цикла эксплуатации, то есть, чтобы каток не так сильно зависел от погодных условий, которые у нас, видите, переменчиваем. И в том году мы долго ходили с группой из парков, подбирали, выбирали территории, формы, на место проходили, с глава с нами, много времени проводила, спорили так или иначе. То есть, такой творческий был процесс. И в том году, да, он получился ярким. От улыбок горожан он еще стал красивее и приятнее. И посещение в том году было, посещение на лед, выходов на лед 95 тысяч посещений. Это очень много, такой небольшой каток. И учитывая, и постарались учесть замечания, пожелания жителей, и в этом году сделали уже второй сезон. Второй сезон площадь катка увеличилась, елка наша, она стала выше и краше. Создали новые павильоны, это торговые. Пригласили людей, которые занимаются, ну, в сфере общепита, это еда, напитки. И поставили горку, горка фактически всесезонная в нашем сквере. Это с элементом уже пластика. В том году мы ставили горку, с учетом того, что будет холодно, зальем ее. Она простояла у нас неудачно, сложилась. А в этом году уже поставили пластик. И вокруг инфраструктуру постарались сделать более удобной. Из пункта проката расширили, учитывая то, что социальная дистанция, социальная ответственность. То есть нужно больше места для переодевания. Вынесли оттуда некоторые технические помещения отдельно. Запустили программу онлайн бронирования. Постарались сделать так, чтобы люди как меньше времени находились в очередях, больше могли дистанционно приобретать услуги, ну и резервировать сеансы. Каток у нас также бесплатный. И в прошлом году, в этом году бесплатный был. Это муниципальный каток. Ну и нужно сказать, что у нас даже Министерство благоустройства, Московской области, министр Михаил Кагин, он нас оценил на прошедшем ВКСе. Поздравил тем, что мы одними из первых, фактически первыми открыли такой каток в городе. И вот напутствовал нас и пожелал нам, чтобы мы в дальнейшем развивались и не становились на одном нашем муниципальном катке. Хотя нужно сказать, что у нас заливаются и площадки в городе. До 28 площадок сейчас заливается на открытом духе. У нас есть каток с искусственным снижением. Это на территории Мегахимки. То есть у нас два катка есть с кумевоснижением. И плюс до 28 катков, которые мы на открытом воздухе заливаем. И запускаем уже их. Ну и с вашего позволения отойдем от официальной темы и жизни города. Спрошу у вас личный такой вопрос. Отдыхали ли вы в этом году? И куда ездили? Закрыты были границы. Соответственно, все отдыхали в России. Куда вы успели съездить? Да, особо так отдохнуть не получилось, учитывая то, что работа была напряженной в этом году. Но тем не менее, очень нравится мне зимний отдых. У нас в России масса мест, где можно шикарно отдохнуть. Более того, мне нравится в горной лыжи. И я просто сам спортсмен, горнолыжник. Поэтому наши родные сарачаны. Я катаюсь в межсезонье. Это Красногорск. В этом году удалось открыть сезон. 2021 на городе лыжи в Ширигеше. Это родная Сибирь. Сами из Сибири. И поэтому там снега много. Хорошо. Поэтому сезон открыл. Удалось вырваться буквально на выходные 4 дня. Глава разрешил мне отсутствовать на территории города. Надеюсь, что и в этом году активно покатаюсь в Сарачанах. Сейчас мы видим снегопад у нас за окном. Снега много. В основном это сарачаны. Рядом, удобно, комфортно. Мне нравится. Дмитрий Алексеевич, завершая наше интервью. 2020 год был сложным. Будем надеяться, 2021 будет гораздо лучше. Что бы вы хотели пожелать химчанам на следующий год? Да, дорогие химчане, все мы. Год был сложный, но он был необычным. И этот год он сделал нас сильнее. Это здорово. Мы с уверенностью смотрим в будущее. Мы понимаем, что мы должны сделать, как мы должны сделать. Нам всем желаем, вам в первую очередь, семейного уюта, тепла, мандаринок рождественских. Что все у нас было хорошо. Мы со своей стороны максимально будем делать для того, чтобы город от года в году становился лучше, краше, интереснее и более комфортнее для химчан, для нас, для жителей. Спасибо большое. Вам спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин